Здравствуйте, сейчас мы поговорим о такой интересной и важной теме, как наука, но не просто наука, а то, как наука развивается, как она существует и каким образом наука движется вперёд и вообще движется ли наука вперёд? Наверное, наш опыт, наблюдение за тем, что нас окружает, автомобили, видеокамеры, компьютеры, говорит нам о том, что наука... Они нас окружают, окружают и не дают это, и скоро нас уничтожат. Да, и это в первую очередь говорит нам о том, что наука, скорее всего, всё-таки развивается. Мне бы хотелось поговорить о том, чем это определяется, это движение науки вперёд. Может быть, вот такой сюжет меня интересует. И как этот рост происходит, и за счёт чего он происходит, за счёт каких ресурсов? Наверное, со второго вопроса следует начать. Как развивается наука? То есть мы собираем какие-то данные и потом обобщаем его. Вкладываем общечеловеческую копилку. И по мере того, как мы собираем всё больше и больше этого материала, знание всё растёт и растёт, прибавляется к предыдущему. Да, это такая идея, согласно которой история науки представляет собой такую очень долгую эстафету, в начале которой первобытный учёный с пустым лукошком для знаний положил туда что-то, передал следующему поколению учёных. И так учёные передают друг другу из поколения в поколение эту лукошко, и каждый вносит свой небольшой вклад, иногда большой вклад, в историю науки. Собственно говоря, такой подход называют ещё кумулятивным взглядом на историю науки, согласно которой знания на протяжении всей истории науки накапливаются. И, собственно говоря, нет никаких прерывов, нет никаких разрывов, нет никаких катастрофических или драматических событий в истории науки. Это просто история про то, как благодарные ученики принимают эстафету от, собственно говоря, уже уставших учителей и идут дальше. Но если мы посмотрим, опять же, в историю науки, то мы увидим массу примеров того, что очень часто теории, которые доминировали, были безумно популярны в какое-то время, в определенный момент не просто как-то с благодарностью принимаются последователями, но отбрасываются, объявляются ненужными, вредными, глупыми, пустыми и выкидываются. И вот, собственно говоря, если мы посмотрим на историю науки, мы увидим огромное количество вот таких вот научных трупов, теоретических трупов, мы увидим, что в истории науки огромное количество теорий отброшено за ненадобностью. И вот тут возникает вопрос, как совместить вот эту благодатную картину эстафеты, передачи от поколения к поколению, накопление научных знаний, и реальную историю науки, которая демонстрирует нам иногда очень кровожадные и воинственные сюжеты. Да, вероятно, как раз вот таким вопросом, хотя не только таким, да, задался в начале 20 века Карл Поппер, который был не удовлетворен вот этой картиной кумулятивной, да, которую рисовали позитивисты, придерживаясь подобного подхода, и сказал, что нет, все-таки мы не прибавляем знания к существующему, да, мы не накладываем на уже имеющиеся теории какие-то новые теории, да, или более обобщенные теории, а мы, скорее всего, все-таки опровергаем и отбрасываем старые теории, и на их место помещаем новые. То есть идея заключается в следующем, да, у нас есть, собственно, какое-то знание, да, и есть теория, которая это знание объясняет. Что, собственно говоря, объясняет? Ну, это значит, что факты, которые нам известны, согласуются с этой теорией, которая у нас есть, да. Что происходит дальше? Дальше появляются новые факты, да, которые не укладываются в эту теорию, которые эту теорию опровергают, да, и дальше ученые вынуждены создавать новые теории, да, которые бы объяснили и все предыдущие факты, да, и этот новый факт, но уже в рамках другой теории, иногда согласующиеся с предшествующей, а иногда радикально с ней расходящиеся. Да, вот приблизительно такую картину роста научного знания, если вообще можно говорить о росте научного знания в данном контексте, рисует Поппер. Вот эта вот замечательная идея, которая следует из всех этих попперовских идей, а именно идея, согласно которой мы должны, собственно говоря, каждый раз пытаться опровергать существующие теории, да, и радостно бежать к своему научному руководителю и говорить, наконец-то я доказал, что вы вообще написали полную ерунду, и все это неверно, да, и он должен тоже радостно вместе с вами водить хороводы, ну, собственно говоря, ведь такова логика, да, мы должны опровергать существующие теории, поскольку это единственный способ обеспечить рост научного знания, да. Так вот, в истории науки такого постоянного опровержения с постоянным строительством новых теорий не происходит. В истории науки бывает немножко другая динамика, да, бывают периоды условного затишья, когда, собственно говоря, старые теории достаточно хорошо работают, и они лишь наполняются новыми знаниями, да, с одной стороны, да, а бывают периоды, когда действительно формируются какие-то, ну, когда вот действительно все ломается, да, когда формируются новые теории, формируются очень быстро, притом с катастрофическими последствиями для существующих, для существовавших параллельно теорий, да, ну, например, физики, да, достаточно долгое время ньютоновская физика никого не трогала, и все были счастливы, да, она служила образцом, по которому даже философия, ну, позитивисты, да, пытались построить собственное знание, да, но на рубеже 19-20 веков произошел целый ряд событий, которые привели к тому, что она перестала быть вот тем, чем была до этого. Итак, о чем я хочу сказать? Я хочу сказать, что на самом деле в истории науки мы достаточно четко можем разглядеть периоды условно спокойного развития науки, да, когда ученые накапливают факты, когда они их собирают, когда они их укладывают, когда для каждого найденного факта уже есть ниша, да, и надо лишь его правильно определить, да, а бывают периоды, когда ученые пытаются создать новую систему координат, да, и вот, собственно говоря, это получило название «Научная революция». И действительно, вот то, о чем вы рассказали, да, как происходит на самом деле, да, вот, об этом и говорит Кун, да, в своей работе «Структура научных революций», да, вот, что действительно далеко не всегда вот те факты, которые якобы противоречат теории, приводит к тому, что мы отбрасываем эту теорию и заменяем ее на другую, как того требует Поппер. Ну, у нас, собственно говоря, здесь разговор не столько о Поппере и о Куне, хотя это, собственно говоря, ну, это, собственно, да, это о них, да, на самом деле о них, вот, но мы все-таки должны, наверное, оговориться, что понятие научной революции, как оно используется в современной литературе, уже не принадлежит, да и особо не принадлежало только Куну, да, то есть оно используется достаточно широко и не только в этом значении, да, не только в куновском значении, просто куновская интерпретация, она одна из самых известных, одна из самых популярных, одна из самых ярких, да, вот, но вообще о том, что в науке происходят революции, не говорил только ленивый, да, и о причинах этих революций тоже не говорил только ленивый. Меня интересует вот какой сюжет, связанный, отчасти, с этим, что меняется в результате вот этих всех перетрубаций, которые мы связываем с революциями, да, вообще, собственно говоря, утверждается, что меняется не просто, не появляются не просто новые теории, да, не появляется не просто новый язык, но вообще формируется какой-то новый тип рациональности, да? Да, и, собственно, вот термин революция, он в этом плане очень удачный. Итак, способы видения мира, да, мы говорим о различных типах научной рациональности, да, таких типов выделяется, условно говоря, несколько. классический, да, неклассический, постнеклассический, да? Итак, значит, что такое научная рациональность, да? То есть идея заключается в следующем, что внутри науки, условно говоря, в разные эпохи действует своя ценностная какая-то система координат, представление о том, что важно, что не важно, чем можно пожертвовать, чем пожертвовать нельзя. Собственно говоря, классическая рациональность, если, опять же, утрировать, да, сводится к тому, что может быть дано описание мира настолько полное и исчерпывающее, да, насколько вообще это возможно, и в этом описании не будет ничего субъективного. Собственно говоря, главная и ключевая идея здесь сводится к тому, что всё субъективное есть заблуждение, да, идеальное описание мира не содержит ничего связанного с человеком, ничего, связанного с его личными идеями, опытом, ничего, связанного с его личными субъективными переживаниями, да? И мало того, вот это самое объяснение мира, да, оно может быть только одно, это правильное, всё остальное уже неправильное. Да, это классический подход, вот классическая наука, да, она, собственно говоря, на этом базируется. Неклассическая рациональность. Ну вот здесь мы как раз переходим, во-первых, к тому, что объяснений, описаний может быть несколько, и нельзя сказать, какое из них правильное, а какое неправильное, или они все будут правильными. Здесь ведь учёные так стали считать не потому, что они решили как-то произвести впечатление. Дело в том, что учёные столкнулись с ситуацией, когда они могли в сложном многообразии опыта часть фактов объяснить одной теорией, другую часть объяснить второй теорией. Одну и ту же совокупность фактов объяснить двумя разными способами, с помощью двух разных теорий. Да, при этом эти теории друг с другом не согласовываются и друг другу часто противоречим. Здесь нарушается способ выяснения, какая теория истина, потому что оказалось, что каждое из объяснений является работоспособным, и каждое из объяснений может, если классическим образом рассуждать, быть признанной истиной, но они друг друга отрицают. Собственно говоря, неклассическая рациональность, неклассическая теория, она на это обращает внимание. Мы говорим об одном и том же в рамках гелиосентрической модели или геоцентрической модели, или просто выбираем разные языки. Но при этом всё-таки учёный, несмотря на то, что является частью общества, частью культуры, частью цивилизации, в рамках неклассической модели, всё-таки влияние общества, культуры, политики и всего этого фона на учёного не настолько велико. И вот об этом как раз уже стали говорить, когда стали говорить о постнеклассической рациональности, когда выяснилось, что дело не только в том, что возможны взаимоисключающие описания, когда стали выяснять о том, чем же эти взаимоисключающие описания инспирируются, то выяснилось, что социум, общество, это один из сюжетов, социум, общество, политика, культура, история способны очень сильно влиять на то, как развивается наука и даже навязывать науке собственный язык. Масса всевозможных примеров, когда политика вторгается в научные дискуссии. Вот история с погромом генетики в Советском Союзе, из победы Лысенковщины над генетиками. Понятно, что здесь эту историю нельзя понять или описать без учёта политических факторов. И в данном случае здесь мы сталкиваемся с примером, с ситуацией, что, собственно говоря, наука не принадлежит только науке. Есть огромное количество факторов, политические, идеологические, культурные и всевозможные другие, которые также влияют на науку. И в этом смысле наука уже перестаёт быть таким рафинированным, чистым занятием, которое противостоит какому-то такому культурному фону, а сама в него вплетается. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok